Привет, дорогой друг, на связи Владимир Коваленко. В этом видео мы с тобой будем говорить о том, что же делать, когда перестало получаться. Почему я решил поднять эту тему? Потому что она очень сильно связана с нами, с сетевиками. Да, в принципе, наверное, и в любом другом бизнесе, потому что вначале мы загораемся, а потом исходит этап, когда ты просто выиграешь. Я часто сталкиваюсь в этом бизнесе с тем, что люди, которые приходят в бизнес, которых приглашают, им часто рассказывают такие вещи, что здесь очень все просто, все легко, раз кружочек, два кружочек, выстроилась большая структура, в итоге ты на Мальдивах, пьешь коктейль, пассив, все окей, а еще если ты подписал себе пару сетевиков, то вообще очень быстро получишь быстрые деньги. Человек эмоционально кричит вау, одевают розовые очки, что все хорошо и прекрасно. И если таким образом вы подаете информацию своему будущему партнеру, который у вас сейчас на встрече, будь то онлайн или оффлайн, то вы встретитесь с тем, о чем вам буду сейчас рассказывать. Это, конечно же, выгорание. Человек выгорает без результата. Он нарисовал себе одну картину, а реальность она совсем другая. Первая причина, по которой сдуваются люди в этом бизнесе, они не получают быстрого результата, который они ожидали. И потом они говорят, что это бизнес так себе не очень, что это лохотрон, разводняк. Просто они надеялись на одно, получили совсем другое. Я не верю в быстрые результаты. Точнее, они бывают, это хорошо. Но если они произошли, то, как правило, потом лидеры, когда у них начинается определенное какое-то затишье, начинают бить панику, что что-то не так, что-то не то. Ну а каждый бизнес имеет, как вы знаете, синусоида. То есть ты растешь, потом у тебя идет спад, потом нужно пережить этот момент и обратно у тебя будет еще больше рвок вверх. Но, так как мы не умеем ждать, мы сразу говорим о том, что бизнес этот, он не очень, и начинаем искать причины. Но есть здесь и хорошие новости. Когда не получается, это как раз возможность остановиться и оглянуться. И помни мои слова, что все проблемы, они сопровождаются всегда возможностями. То есть у тебя идет определенная проверка, готов ты к этому бизнесу или не готов. Готов ты пройти эти трудности для того, чтобы получить большой багаж и знаний, и результаты, или не готов. И поэтому проблемы сопровождаются возможностями. Если так задуматься, то на самом деле победа – это не показатель. Показатель – это ваше поражение, потому что вы, если прошли свое поражение, вы сумели подняться и пойти дальше, это как раз и показывает ваше намерение изменить вашу жизнь к лучшему. Итак, что же нужно делать, когда перестало получаться? Первым пунктом я хочу вам сказать о том, что смотри, есть ли те, у кого получается. Как раз тот момент, когда тебе нужно остановиться, оглянуться, посмотреть, насколько ты эффективен, что ты делал не так. Есть ли те, у кого получается, что они делают, и побудут сам с собой наедине. Это как раз тебе и позволит размотать себя и сделать следующие действия намного эффективнее. Вторым пунктом я бы сказал, что нужно посмотреть, насколько ты в согласии с собой, насколько ты договорился с собой быть в этом бизнесе, потому что вот это внутреннее состояние, оно очень сильно влияет на твои результаты. Если ты еще на это не обратил внимания, то, пожалуйста, задумайся, насколько ты в этом бизнесе, насколько ты договорился с собой идти здесь до конца. Нужно посещать мероприятия. Как раз-таки многие лидеры думают, что вот я не пойду, потому что я упал, на меня будут показывать пальцем, что я не такой. Именно в этот момент тебе нужно брать и идти. Именно сейчас тебе нужно посмотреть, есть ли какие-то онлайновые или оффлайновые мероприятия, в первую очередь для посещения. Потому что именно там ты слышишь успехи других людей. Ты должен мотивироваться, ты должен понимать, что ты тоже можешь, они такие же, как и ты. Ты можешь услышать какой-то один, какую-то одну подсказку, какой-то один инсайт тебе приедет в голову, и он сделает весь твой бизнес. Одно слово. Я видел, как происходило такое, что люди, у них не получалось, они не работали. Но потом они слышат выступление какого-то простого дистрибьютора или топ-лидера. У них включается вот так вот щелчок, тумблер. Лидер переключили, и он просто потом идет и показывает очень крутые результаты. Лично нас точно так же было. Мы два года не росли, были на месте. Но потом в определенный момент к нам пришел лидер. Он показал, сказал, мы услышали, и мы все. Мы загорелись, мы пошли, мы полетели. Именно поэтому тебе нужно посещать такие мероприятия. Например, если это оффлайновое мероприятие, день рождения компании, ты должен быть там. Почему? Потому что ты увидишь, что было сделано, какие планы впереди. И ты увидишь вот эту мощь своей компании, своей структуры. Потому что ты же когда-то пришел сюда, ты хотел здесь быть, и тебе нужно этому подтверждение. На таких мероприятиях ты как раз-таки и получаешь подтверждение тому, почему ты должен быть здесь. Тебе нужно научиться радоваться, научиться радоваться за других. Обычно посещая такие мероприятия, в глубине души ты думаешь, вот я лузер. У меня не получается, а там будут успешные, и я буду злиться еще больше на себя. Нет, конечно, тебе будет тяжело, да. Но в этот момент ты будешь расти личностно. Если ты как раз туда идешь, там где страшно, там где больно, там где неизвестно, ты получаешь самые крутые результаты в своей жизни. И тебе нужно просто научиться радоваться за других, эту энергию использовать наоборот два блага. Потому что если ты не научишься это делать, твоя злость, твоя зависть, она будет тебя грызть и съедать изнутри. Соответственно, ты тратить будешь много энергии, а энергия в нашей жизни решает все. Будь честным с собой. Ответь себе, что выложился ли ты на все 100% работа в этой компании. Ответь. Потому что именно ответ на этот вопрос даст тебе понимание. Можешь ли ты еще что-то сделать, или ты уже на самом деле исправился все методы. Ты был прямо, шарашил все на 100%, на 150% для того, чтобы получать результат. И ты уже больше ничего не можешь сделать, и у тебя ничего не получится. Если ты все это исправил, если ты выложился на все 150%, то тогда уходи с компании. Если ты же считаешь, что у тебя есть еще моменты, которые ты не использовал, где ты не выложился, где ты не доработал, тогда продолжай просто делать. Но тебе нужно оглянуться, посмотреть и проработать ошибки. Возможно, то, что ты делал не так. Ты должен помнить, что все проблемы сопровождаются возможностями. И тебе просто-напросто нужно оглянуться назад, посмотреть, насколько ты был эффективен и в чем ты был неэффективен. Что сейчас работает, потому что методы на самом деле в нашем бизнесе, они всегда как бы быстренько меняют свой профиль. Сегодня работало одно, вчера другое, позавчера еще совсем другое, а еще впереди будет вообще совсем другое. Поэтому тебе нужно выполнить тогда первый пункт, оглянуться назад, разобраться с собой, насколько ты эффективен, в чем неэффективен. И поработать, посмотреть то, что работает у других. Брать пример, прям не бояться и спрашивать у лидеров, что ты делал, подскажи, расскажи. Я уверен, что у тебя команда и вы дружные. Лично у нас в компании происходит так, что все между, все веточки между собой дружат. А мы про марафон, мы всегда приглашаем, рассказываем, делимся моментами. Всегда на ютубе ты можешь найти кучу моментов, кучу источников трафика, как и что делать, настраивать, для того, чтобы получать очень классный результат в своем бизнесе. Поэтому не сдавайся. Но один из самых важных моментов, это, конечно же, нужно кайфовать. Научитесь кайфовать от того, что вы делаете. На самом деле, к любому делу можно относиться, либо скрипя и тужаясь, как, знаете, как в анекдоте ежик, сидит и глаза у него. Не буду произносить, потому что нас смотрят другие разные люди, разного контингента, не все поймут. Но тебе нужно научиться кайфовать просто. Знаешь, я когда мне тяжело, беру и смотрю на это так, что тяжело, да, окей. А давай-ка я попробую просто кайфовать от того, что я делаю. И у меня сразу меняется энергетика внутри. Я сразу фук, у меня идет подъем определенный. Как бы с собой договорился, что делая именно вот это, я буду от этого кайфовать. Прям нужно договариваться. Вот, и совсем по-другому все получается. Ведь, знаете, копать огород или кидать камни, можно обижаться и матюкать всех подряд, и говорить, что не так, не то. А можно в этот момент, давай кайфовать, и фук, и совсем другая энергия. Также и в нашем деле, попробуйте делать все с кайфом. Нужно кайфовать от этой жизни, она нам дана один раз, поэтому проживи ее именно так, как ты хочешь. И ты сейчас, если ты в бизнесе, если ты занимаешься этим бизнесом, то ты решил изменить свою жизнь. То есть, да, тяжело, всем тяжело, окей. Но ты работаешь для того, чтобы было лучше. Я желаю тебе удачи. И если тебе было полезно это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, на звоночек нажми, чтобы не пропустить мое новое видео. А с вами был Владимир Ковыльянко, я топ-1 международной компании, сетевой. И в своих видео на нашем канале мы с супругой делимся именно теми инструментами, которые сработали для нас. Мы хотим, чтобы сетевой бизнес вышел на новый уровень, где все им занимаются, получают результаты. И для этого мы даем те инструменты, которые работают у нас. Также под этим видео ты можешь найти ссылочку на наш канал Telegram, где мы даем еще больше контента, маркетинговых инструментов для продвижения своего бизнеса. Ты можешь перейти, и прямо там сейчас тебя ждет чек-лист по продвижению и выводу оптимизации твоего видео на канале YouTube. Бесплатно. Вообще он стоит порядка двух тысяч, но ты можешь его забрать бесплатно, просто нажав по ссылочке ниже под этим видео. Итак, я аж это, запыхался, переживал, да, просто хочется контент классный вам дать. Спасибо вам, что были, с вами Владимир Ковленко, пока-пока, до скорых встреч.